привет друзья рада видеть вас на моем канале сегодня мы поговорим о заготовках а именно о сушке меня часто спрашивают что же можно засушить и сейчас я вам покажу все что у меня заготовлено многие продукты мы делали еще в прошлом году и они сохранились до сегодняшнего дня а некоторые запасы мы сушили вот совсем недавно во первых мы засушили в том году черную смородину вот она так выглядит она получилась довольно кислой на ее хорошо добавлять в выпечку или в какие-то компоты и одна из наших любимых заготовок это сушеная клубника вот эта клубника которая темная осталась прошлого года а вот это вот красивая красненькая новая заготовка и она очень вкусная мы добавляем ее в каши в творожки выпечку и едим просто так с чаем вместо конфет особенно классно на ночь здесь у нас шиповник мы собирали шиповник у дедушки и бабушки на даче и в основном завариваем его в термосе с медом и добавляем в компоты теперь перейдем к фруктам мы сушили бананы и яблоки бананов у нас к сожалению не осталось они очень быстро съедаются но остались сушеные яблоки они тоже вкусные просто прекрасные моя подруга ходит ко мне в гости съедает у меня все эти яблоки вот так они выглядят их можно резать кружочками с помощью специальной штуки а можно нарезать просто дольками их вкусно есть просто так а также варить из них компоты теперь перейдем к грибам здесь у нас белые грибы здесь лисички сами грибы мы собирать не умеем поэтому мы покупаем их на рынке белые грибы пахнут просто потрясающе они выглядят вот так вот и хранятся они у нас с прошлого года примерно с августа или сентября ничего с ним не случилось запах не потеряли и мы часто варим из них суп или кстати из них можно сделать какую-нибудь классную приправу что-то вроде грибного порошка и здесь у нас лисички из них мы варим супы и также делаем второе блюдо предварительно замачиваем водой и потом готовим например картошку с лисичками очень вкусно запах тоже классный и осталось у нас зелень конечно я больше всего сушу мяту потому что я обожаю пить с ней черный чай ты просто очень вкусно мне нравится ее аромат и муж мне тоже ее любят я добавляю в десерты в компоты в лимонады приправы и использую некоторых мясных блюдах здесь у нас смородиновые почки это лайфхак от моего дедушки он срезает их по осенью по весне и мы добавляем их в чай они просто потрясающе пахнут если бы никогда не перечай со смородином почкам я вам очень советую попробовать здесь у нас вишневые вести они тоже очень вкусные ароматные их можно добавлять в различные блюда например мой муж недавно солил огурцы и не оказалось свежей зелени он добавил вишневые листья получилось очень вкусно а еще я конечно добавляю их в чай и их можно использовать при приготовлении различных соусов или варенье заготовки я храню вот в таких вот баночках это пластиковая баночка с вакуумной крышкой стеклянная баночка самая обычная и вот такие вот маленькие пластиковые баночки которые удобно ставятся друг на друга они все продаются в обычных магазинах мы увидим в ашане посудоцентре на алиэкспрессе хранить можно в любой посуде главное чтобы она была сухая я надеюсь это видео было вам полезно и я смогла ответить на все ваши вопросы